В своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев отметил, что забота о будущем поколении – это самые надежные и благородные инвестиции. Воспитание талантливой и одаренной молодежи является нужным, а главное – эффективным методом развития общества. Есть в Самородке и в Брянской области. Тех ребят, которые достигли высоких результатов в своих увлечениях, поздравил Николай Денин. В этом зале сегодня 59 победителей. Призеры Всероссийских Олимпиад для школьников и студентов, победителей различных конкурсов и соревнований. Все вы стали обладателями премии Всероссийского и регионального уровней. Вы получите сегодня дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственные письма администрации. На федеральном уровне за последние годы Брянскую область достойно представили школьники, призеры Всероссийских Олимпиад, студенты и воспитанники учреждений дополнительного образования. 44 брянца награждены премиями президента Российской Федерации. 15 победителей различных конкурсов получили премию губернатора. Ребята, добившиеся такого высокого признания, несомненно, обязаны тем, кто помогал им усердно и кропотливо работать над собою. Важно еще и то, чтобы все они продолжили развивать свои таланты, не опасаясь возникающих преград. Ставьте задачи. Если, не дай Бог, сполкнетесь, поднимайтесь и идите вперед. Потому что рядом с вами ваши родители, те, кто вложил в вашу душу, рядом с вами ваши преподаватели, кто дал вам возможность получить знания. Рядом с вами Брянская область, Брянская земля, та, которая дала вам возможность жить. С праздником! Вперед, дорогие друзья! Одним из обладателей президентского гранда стала Валентина Маргун, учащаяся средней общеобразовательной школы номер 6 города Клинцы. Кстати, буквально на днях Валентина получила письмо, из которого узнала, что она внесена в список одаренных детей России. Для нее это событие стало приятным сюрпризом. Сейчас мне уже 15, ну, с 5 лет началась заниматься пением. Достигла уже многих наград, выступала на всероссийских конкурсах, на международных. В 2010 году я выступала на конкурсе, эстрадная песня заняла первое место, и мне присвоили президентский грант. Закончилась церемония награждения концертными номерами, поздравлениями и дружеской фотографией на память. Вполне возможно, что многие из сегодняшних лауреатов уже в скором времени порадуют нас новыми творческими успехами. Игорь Мерчук, Аристарх Никитин, События Брянск.